. 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 Сегодня воскресенье. Я отвела Данечку на робототехнику. И за это время сходила в магазин. Типа хозяйственный какой-то. И плюс еще в магнит сходила. Занятие закончится через 15 минут. И я стою реально. Ловлю кайф от того, что я никуда не бегу. И даже птичек услышала. Я так хочу вот это slowly living, которое сейчас очень популярно. И все об этом говорят, что нужно замедляться. Господи, как я хочу замедляться, но у меня ничего не получается. Или это мой темперамент, или это мой... Называется уровень притязания в психологии. Когда тебе лучше все... Короче, мне надо все время лучше. Лучше, лучше. Мало, мало. Все хочется больше. Ничего нету, а все хочется больше. На улице никого вообще. Пустота, тишина. Я так немножко наверху, а там еще двор ниже. Гуляю с чайком, перевариваю последние события. Немножко, конечно, они нас выбили из колеи сегодня. Дети, короче, вчера нормально легли, более-менее где-то в полодиннадцатого. Но не супер поздно. А сегодня они спали до десяти утра. Видимо, вот наложились эти все недосыпы. Папа вечером, мамы нету. И сегодня такой, знаете, отходняк какой-то. Они пришли ко мне в восемь утра. Оба, и Даня, и Вика завалились. И в десять мы проснулись. А в десять тридцать мы уже вышли. Слоу ли ливинг не получилось. Но если кто не владеет английским, то это обозначает медленная жизнь. Я хочу медленную жизнь, но у меня не получается. Ну вот, слава богу, час занятия. Я плохо спланировала сегодняшний день. Я должна была быть сейчас на маникюре по моим планам. Но я забыла о своих планах сообщить маникюрщице. И даже один ноготок переделать она меня не взяла. А то она в соседнем доме. Это очень удобно, когда Даня на робототехнике. А я на маникюре. Ну ладно, я сделала покупки. Давно вкусняшек не ели только. Ну не знаю, что-то едим. А сейчас купила прям вкусняшек на 1600. Но извините, что я вам так показала плохо. Дома некогда будет показать. Там Вика голодная. У Вики сопли начались. Только температура прошла, уже сопли начались. Ветра нет. Тихая зимняя сказка, короче. О, Даня вышел. Давай. Вот это есть бумаги. Давай. А здесь тут бумаги не случатся, но мотал скалютен. Потому что тут есть блок с дачи. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а-а-а. Здесь пеленки маленькой. Ага. Может, ты отвык, долго не занимался? Да, наверное. Но он там хорошо. Вот это инструкция. Вот это видео. И ты вот так сам смотришь. Как обычная инструкция, просто на компьютере. И вот видите, эта сестреночка, она довольно маленькая. Ее легко пропустить. А, и ты пропустил ее. Но ничего страшного. Ну как, надо было здесь посмотреть. Две все-таки, два элемента, а не один. Но я не увидел. Так это там спросим, на ресепшене. Ну, молодец. Все вытащила, умничка. Так, мне нужно срочно подзарядиться. Супер. А, ты нашла уже, да? Мои покупки, быстро как. Ага, ну давай, нет, это не сюда, Вика. Это сюда хочу. Вот такие хорошенькие у меня новенькие. Так. Все очень голодные. На самом деле, да, вот столько времени, правильно. Так. Смотри, мама, пена. Угу. Берите формы, кладите мне их в мойку. А почему? Ну, потому что они пыльные, в магазине лежали. Их надо будет помыть. Давай. Ой. Вот одна поглубже такая формочка получилась. А другая? Да, запеканку. Я вчера посмотрела, как одна японка делает запеканку из риса и курицы. Мне прям очень захотелось. Запеканку из риса и курицы. Что там еще по хозяйству? Ну, это вам журнал. Вот. Магнит выпустил свой журнал. Даня ушел. Помоги тогда. Давай сюда клей, крючки. Клей. Это чтобы вам... Клей, чтобы тебе совушку поклеить, а Данечке шкатулочку. А это в санузел понеси. Это я себе сделаю. Потом только феном надо делать. Так, получилось у меня по хозяйству 815 рублей. Клей, противень. Что тут? Форма 180 рублей. Противень 260. Они так это назвали. Лопаточка 80. Совок 100. Клей 60. И крючки 65. Еще одна лопатка 70. Вот так вот. Так. А, какие-то оливки в такой упаковке мягонькой. А вот это вот все у меня вышло аж на 1600. Очень дорого. О, морковь. И маленькая. Они тоже и она. Да, тут та у меня морковь завяла. Я вам не могу ее почистить. Но если кому очень прямо интересно, супер, то нажимайте скриншот. Вроде качество хорошее. Тебе интересно. Отнеси. Теме носочки купила новенькие. Я сейчас буду ее кушать. Нет, не кушай ее. Мыть и чистить, Вика. Решила купить вот такой набор. Айсберг. Оливки. Сыр фета. Вот. Крабовые палочки у них с килограммами продаются. Вот они уже начали размораживаться. Замороженные крабовые палочки. Слушайте, не найду такой мелкий чек, наверное, я не найду. Мне показалось, что в магните прям совсем дешево. У меня тут близко нет. Суповой набор 29. А где же крабовые палочки-то? А носки не дешево, 152. О, крабовые палочки. 88 рублей. Не знаю, сколько. Ну, ладно, иногда единым кускай будет. Сырники в тот раз сделала из творога какого-то зерненого. Они не получились. Лежат, буду выкидывать. Купила обычный творог, который всегда. И вот эта приправа 17 рублей. Это 30. Давно не покупала приправ. Слушайте, молоко вообще удивило. 27 рублей. Что за молоко? Что это такое 27 рублей? Обычно же литр 50 стоит там 60. Странно, ну ладно. Стали пить молоко много. Теперь на цену смотрю. Ай, мой лимончик любимый. Вот такие покупочки у нас. Сейчас мы будем кушать гречку, которая сама сварилась, пока нас не было. Ее довела до кипения, посолила, оставила. И к 2 часам я убегу на урок. Дети будут одни полтора часа находиться. Но они рады этому. Так, я взяла очень маленькую кастрюльку и приготовила щи. И сейчас уже 13.40. Здесь все приготовила на вечерний салат. А сейчас побегу на урок. Успела поесть гречки с индейкой. Дети поели тоже. И в принципе все тихо играют. Все хорошо. Мы начали вторую в жизни книжку. Первую книжку Даня дочит. Вот такую шикарную книжку мы начали. Здесь три рассказа. Я уже вернулась с уроков. Сейчас с 15.04 я буду кушать одна щи. Поскольку к Тёме приехал друг. А дети наелись йогуртов ложечкой сладких. Кстати, я же вам не показала нашу обновку. У нас вот карта географическая. Это вот на Рождество. Я вам показывала распаковку Лего Дупла. А еще два подарка были от Тёмы. Это вот такая карта. И вторая карта звездного неба. Эта карта считается интерактивной, поскольку можно взять, скачать какое-то приложение, навести телефончик. И вот мы когда-то этим всем развлечемся. Хочу вам показать, кого я тут находила. Вот такие вот животные, которых я не знала раньше. Навести приложение как-то, и что-то произойдет, и мы что-то узнаем. Ну, в общем, пока я вижу просто картон. Считается интерактивная карта. Так, дети нажрались йогуртов без спросу. Я уходила, их кормила, вы видели, гречкой. И я вам рассказывала. И такой вкусный щи. Купила я суповой набор, курочку. И это прекрасно. 99 рублей за огромнейшую упаковку. На два раза мне хватит. Вот. Если у вас нет желания готовить и денег, и времени, как у меня, то вы можете взять маленькую кастрюльку, суповой набор, и прямо по чуть-чуть всего. Одна морковинка, одна картошинка, одна луковинка. Кстати, густо получилось. Можно было вообще меньше даже заморачиваться и резать. Руки болят после даже такого резания. Вот, ну, вообще жесть. Мир говорит мне, Анечка, брось это домашнее хозяйство. Иди работай. Проводи уроки. И не майся дурью. Пускай дети едят, что хотят. Так, друг Тёмы сейчас сложит его диван, и я его сфотографирую. Поскольку Тёма три дня назад купил себе диван, не посоветовавшись. До сих пор я фотографии не видела, ему некогда прислать. Размеры неизвестны. Тёма с размерами ничего не понимает. Сказал, что ориентировался на предыдущий купленный им диван. Почему меняем диван? Потому что диван невыносимый. Я в Новый год на нём посидела полчасика. Это был какой-то кошмар. Он очень твёрдый. Ну, Тёма говорил, что ему неудобно. Я считаю, что ему нужен ортопедический матрас. Ну, что он купил, теперь я не знаю. В любом случае, два дивана в кровать... В кровать... Два дивана в комнату не поместятся. Поэтому нам надо экстренно продать двуспальный диванчик раскладной. Дай Бог терпения. Маленькие детки, маленькие бедки. Развлекаемся. Тем временем снегопад, всё белое. Видите, кат не виден. Там кат, машины едут. Вот где белое. Смотрите, ситуация с помойкой. Вот вам в том дворе вообще никак не улучшилось. Она только ухудшается с каждым днём. Я немножко переживаю. И в другом дворе тоже. Но это уже не на всём Парнасе. Именно наша помойка, у нас две помойки, она уже в порядке. И я вижу, что вот там вот вдалеке тоже есть помойка. Она в полном порядке. Почему-то в некоторых дворах всё-таки завал. Не справляется эта новая компания. Вот я пытаюсь вам... Вот по центру, если видите, это помойка через дорогу от нас. Она вывезена. Всё более-менее. Что в этом дворе? Это же вообще... Это какой-то трэш. По ночам приезжает какая-то маленькая машинка, что-то пытается вывезти. Это всё, вы видите, пакеты сверху каких-то маленьких контейнеров. Представляете себя? Что творится? Кто в Питере? Девочки, у кого, в каком районе? Что? Нормально всё вывозят? Я просто не понимаю, как такое возможно. Что закончилось? Машины, работники, мозги. Как такое можно допустить? Это же там могут быть и крысы, и всё, что хочешь, заведутся сейчас. Так, ну вот мы почитали. И теперь у нас у детей запоздал и обед. Щи. И закусочки. А у мамы тыква и индейка. Вот такой у нас скромный обед. Всем привет. Сейчас уже 10 вечера. Сейчас уже полодиннадцатого вечера. Кстати, я сейчас скажу слова. Вам покажется, что это реклама. Это не реклама. Сейчас мы с вами будем смотреть каналы, которые появились совсем недавно. Два новых канала. И... Внимание! С приставкой ми это будет очень и очень удобно. Приставка ми. Девочки, это не реклама. Мальчики, мотайте на ус. Я могу сделать вам крутую рекламу. Я как что-то новое вижу, я сразу в это что-то влюбляюсь. Понимаете? Да без памятства. Всё новое люблю. Но эта приставка у Тёмы уже год, а у меня вот только-только появляется. Только-только учусь. Итак, с приставкой ми нам будет очень удобно с вами одновременно снимать ролик или стать каналы. Здесь есть голосовой набор. Вот эти вот три кружочка. И в этой приставке есть этот... интернет. То есть эта приставка... Чтобы вы понимали, я ненавижу провода. Эта приставка просто воткнута в телевизор и в розетку. Всё. Никакого интернета по всей квартире. Этого нету. Вот. В этом счастье. Маленький тупой пультик вообще для тупых. То есть для меня. Смотрите. Всего лишь одна кнопка. Как правило, нажимать нужно эту кнопку. Это и плей, и пауза, и что там ещё. И окей, когда включаешь. И окей, когда выбор. Короче, всё время одна кнопка. Иногда вот это назад я нажимаю. Плюс-минус ни разу не нажимала. Вот эти вот ни разу не нажимала. Не знаю, что это. Голосовой набор. Включить, выключить. Вообще иногда не надо даже. Само включается. Вот. Всё. Одна кнопка. Ну, тут вправо-влево. Это если перематывать вы захотите. Так, ну что. Поскольку это не реклама приставки, я не буду показывать, как она работает. Я просто сейчас найду канал, который только что появился, и вам про него расскажу. Что? Я всё это зря говорила? Господи боже. Окей, сейчас я всё заново скажу. Так. Я нашла канал «Английский язык». И там сейчас реклама. Я её не умею пропустить на этом пульте. С помощью этого пульта. Поэтому я вам рассказываю. Я вам рассказываю, что моя подруга Юля Троицкая открыла канал про английский язык. Сделала она это год назад. Но я не об этом. Это предисловие. Год назад она его открыла. Я сказала, что давай вливай туда видео. Она его открыла для себя. Просто так. Этот канал совершенно, абсолютно уникальный. Вот он начался как раз. Я нажимаю паузу. Совершенно уникальный тем, что как раньше, значит, покупали учебник и покупали, например, что это было? Аудиокассета. Потом дискета, какой-то аудионоситель. И нужно было сопоставить страничку номер 20 в учебнике и отмотать на аудионосителе определённый урок. А Юля сделала такую работу, которая неповторима. Поэтому её канал, шутка-шуткой, быстренько набрал нужные просмотры. И уже она подключила монетизацию через год. А у меня три года канал, и я ещё не подключила монетизацию. Так вот. Юля открывала странички в учебнике и открывала на аудионосителе то место, которое нужно. Аудионоситель читает, а вы смотрите странички в учебнике с надписью, с этим текстом. Работа уникальная. И Юля на этом не остановилась. Она открывает второй канал. Сейчас уже залила второе видео, насколько я понимаю. Вот. Второй канал чем уникален? Тем, что называется английский с нуля. И здесь уже непосредственно с самого начала Юля сама своим голосом проговаривает, учит. И вот первые уроки, они начались с транскрипции. Вот. Таким образом. Так что, всё хочу включить. Не знаю, с какого места включить. Показываю её первый канал, потом показываю вам её второй канал. Стаж у Юли даже страшно мне сказать. Сколько английский? Юля, ты меня поправь, если что. Мне что-то кажется, 25 или 28 лет стажа. Не то, что я, то педагог, то психолог, то туда, то сюда. Ну вот, смотрите, я нашла один урок из уроков без всякого выбора. Здесь никакого экшена не будет. Здесь просто нужно слушать английский и учить его. Вот там внизу текст. Видно вам, не видно? Большие паузы на аудионосителе. Ну, как есть. Ссылку оставлю в описании. Что-то я не поняла, что это, девчонка, не знаю. Может, это другой канал включился. Так, ну вот, Юлин канал выглядит вот таким вот образом. И оформление вот такое вот синенькое. Все видео... Все видео в одном формате. Так. Бог с ним. Короче, реклама это вообще... Так, значит, первый канал называется английский для детей. English for Children. Вот так он выглядит. А второй канал, девочки, я найти не могу, поскольку он, видимо, совсем юный этот канал, совсем молодой. И, значит, по поиску он не находится, поскольку там всего два видео сейчас на этом канале. Сейчас я попробую другую функцию, которую мне Тёма подключил. Если я в телефончике буду смотреть YouTube, то Тёма говорит, что есть какая-то кнопка, чтобы у меня синхронизировалось это вот туда. Мой мозг не понимает, как это работает, но я сейчас попробую. Так, ну всё, я просто сейчас горжусь собой. Я победила эту технику. То есть я набрала на телефончике в своём YouTube канал Наталья Т.А.И.Лайф. Это канал, который создан неделю назад. Буквально новорожденный канал. Прошу любить и жаловать. Это моя подписчица. Мы никогда лично не виделись, не знакомы. Чем интересен канал, тем, что они живут в Сочи. И, конечно же, будут нам показывать немножечко море. Вот я люблю всякую экзотику. Но для меня море экзотика. Я на море не была с детства, наверное, с подросткового периода. Вот. Они там гуляют на море. Вот посмотрите. Наталья, привет вам! Это видео, конечно, надо слушать со звуком. Сейчас. Потому что там шуршит море. Слышите, на заднем плане всегда шумит море. Так. Таким образом, я вас познакомила уже с двумя каналами. Это новорожденные каналы. Значит, тот канал, который я не нашла. Английский с нуля. Я вам все равно ссылочку сейчас оставлю в описании. Юля пришлет мне, надеюсь, сейчас, пока я это все говорю. Я ее уже написала. Пришлет ссылочку, оперативно вам вставлю. Дальше. Один из новых каналов. Но ему уже полгода. Но он все равно новый. Канал безработной Ольги Чузы. Который заново переродился. Как помните, ребёсень был в 90-х годах. Ну, кто-то и сейчас практикует ребёсень. То есть, был канал, дорос до какой-то, скажем так, до уровня, который не удовлетворил владельца канала, Ольгу. И она открыла заново. Вот. Канал об уборке и мотивации. Да, но канал Натальи я вам не сказала. Это влоговый канал. Влоги. Как они живут с маленьким ребёночком. Кому интересно. Канал безработной Ольги Чузы. Это о буднях мамы и жены. Это канал чисто мотивации на уборку. Сейчас я его найду. Итак, я опять включила на телефончике сейчас видео. Нажала какой-то квадратик. Как будто поделиться с телевизориком, с экранчиком. Мне было предложено ряд устройств. Я выбрала Mi Box. Это пульт от Mi Box. Это всё ещё не реклама. Но я могу что-нибудь прорекламировать, если захотите. И включился канал о мотивации. Непосредственно в этом ролике речь шла об уборке новогоднего декора. И, кстати, я хочу сказать, мне тоже так надоела ёлка. Я просто видеть её не могу. Она такая неряшливая. Они всё её толкают, пихают. Бесконечно просто падают игрушки. И вот Ольга мотивирует нас на уборку буквально-таки каждый день. Ссылочку тоже оставлю в описании. Ссылку мне искать не надо. Этот канал я хорошо знаю. Ольга проживает недалеко от Петербурга. Практически мы соседки. А так мы уже знакомы. Получается, мне кажется, два года. Даже страшно сказать. Вот чудеса. Но мы ни разу не виделись. Что можно, в принципе, поправить. У меня была идея обмен домами. Если кто-то интересуется обменом домами... Кстати, я вообще открыта к предложениям. Будет чуть теплее. И мы с удовольствием куда-нибудь отправимся. Что, девчонки, я заканчиваю. Мне казалось, это видео должно быть более веселым. Оно не получилось более веселым. Наверное, потому что я уже хочу спать. Но я планировала его несколько дней назад. И хотела вам рассказать про эти каналы. В общем, сейчас, по-моему, Ольга меня замотивирует. Я, по-моему, пойду сейчас опять что-то убирать. Я весь день сегодня пылесошу, мою полы маленькой тряпочкой, выгребаю какие-то остатки этих дождиков. Короче, я дома сегодня с полчетвертого. И вот с тех пор я что-то хожу и бесконечно убираю по чуть-чуть. Вот. Надеюсь, сейчас меня не смотивирует. Все-таки я никуда не пойду. Еще когда, знаете, на скорости прокручиваются эти уборки, кажется, что сейчас встанешь, и так быстро вообще все получится. Потом посидишь, подумаешь, и думаешь, ладно. Ничего страшного, если не получится, правда. Вот. Всех люблю, всех целую. У меня такой какой-то отходняк после этой поездки в больницу. Даже не после самочувствия, а после стресса. Вот. Всех люблю, всех целую. Завтра у нас, у меня понедельник, а у вас уже сейчас наступил понедельник. Поздравляю всех с окончанием каникул, кто был с детишками. Тому медаль просто. Мои не пойдут в садик. Еще чуть-чуть мы побудем дома. Поездим на тренировки, побудем дома. Я еще чуть-чуть поработаю. Я думаю, как только начнется садик, я буду меньше зарабатывать. А пока что мне понравилось. Всех люблю, всех целую. Пишите мне обязательно. Пока-пока. Я все читаю и жду ваших комментариев.